Доброго вам вечера, уважаемые любители футбола! Мы вместе с вами сейчас посмотрим на игру очередного 13-го тура с западной премьер-лигией, в которой встретятся действительно две очень интересные команды в плане именно их и еще их взаимных отношений. Титан и Цедриан, вот эти два коллектива, которые сегодня сразятся за очки в любом случае, а здесь сейчас очки нужны абсолютно всем, потому что, как мы уже знаем, Титаны проиграли свою первую встречу уже в этом сезоне на Западе в прошлые выходные, проиграли, конечно же, одному из своих конкурентов, футбольного клуба Сатурников, прокуратуры, а также Росконтейнер, который сегодня проиграл Ниву Титанову со счетом 2-0, прокуратура выиграла Адидас со счетом 4-0. То есть все, вчера выиграл Портер у Гатадуса со счетом 5-0, то есть все, все преследователи Титана очки набрали, все свои победы одержали. И, конечно же, тем интереснее следить за этой золотой гонкой, которая, нет-нет, да, снова выскакивает на наши просторы серой парка. Ну, а давайте только с вами поздороваемся еще раз. Я для вас эту встречу проведу, а оператор еще, кстати, прийти на фонку. Итак, все, готово у нас к старту. Действительно, хорошее противостояние. В плане еще, почему я про взаимоотношения сказал, вот если посмотреть вообще во встрече этих двух коллективов, минимум два гола забивается всегда, абсолютно, когда бы вы не открыли щита между командой Титан и ЦДН, всегда есть забитый мич. Ну, в любом случае, да, команда у нас атакующая, даже, наверное, супер атакующая в плане Титана, это уж точно. Ну, вот, а ЦДН, да, так как несколько они состав свой сменили, но все равно состав этот точно так же, уж точно не оборонительный. Итак, ждем ли только игровой снаряд. Вот сейчас как-то скидный крылманусов, его нам подаст, и первыми будут начинать футболисты в сером, это как раз футболисты Титаны, я не от вас, справочка по картинке, а слева в красных таких куртках и черных штанах футболистов. ЦД. Все готовы, еще давайте пару представим. Пару главных лиц, конечно же, это главный орбит. Встреча Евгений Губин, а на резерве ему будет помогать его тезка Евгений Воробьев. Ну что, Титан начинает. Копков быстро-быстро чувствуется подсказ сразу со скамейки Титана. Давайте, знаете, нападали Мега Титана, потому что явно сейчас наблюдали футболисты Титана за своими конкурентами, за игрой предыдущей, и там получилось так, что Мега Титан забили два гола, да, выиграли со счетом 2-0, и забили они их очень быстро, на 30-й секунде первого тайма первый гол был забит, и было на 25-й секунде тайма второго. То есть, молниеносных два гола от Мега Титана и Фрес Контейнер проиграли. Теперь же посмотрим, чем ответят уже Титан и ЦД. Давайте, да, быстро это вспомню, просто, наверное, напомню в случае, в годах прошлого, ну и, конечно же, не забили, к составу Кама. Так вот, обменялись победами, у меня в первом круге был сильнее. Удар дальнее от Мега Титана и Букшуева, команда решила бы справить свои силы, и есть, и есть удар, и точно, да. Это не сделать, но Мега оказался не очень точным, и присоединился, извиняюсь. Так вот, да, обменялись победами у нас Титан и ЦДР, но в первом круге сильнее были. Болисты Титана, но минимальное, кстати, преимущество тогда было, 2-3. Да, игра закончилась, но вот уже в круге втором, и, кстати, почему у нас завязалась-то как раз-таки золотая интрига в году прошлом, потому что ЦДН обыграли Титан со счетом 4-2, именно как раз туда ближе к концовке чемпионата. Опасна, вот, молодцы, молодцы защитники сейчас ЦДН-очку, слушали до конца подсказ своего первого номера, Дмитрия Анаросова, он крикнул, здесь я, и что он был. Хорошо слышно, и он безопасен, то есть проснуем вот это в эпизоде. Что ж, еще одна атака Титана. И потеря. Потеря, ну что ж, давайте, конечно же, состав коллективов начнем с Титана в воротах, Вадим Капов, 23-й тройка, защитников слева направо, Виктор Капов, 33-й последний, Дмитрий Бушуев, Виктор КВД 5-й, Сергей Халамов, 27-й справа, над ними в оформлении зоны классическая, Сергеев под номером 41. Неплохая атака сейчас, смотрелась, но чуть-чуть пока до нападающих мяч четко не доходит. Пространство вообще не дают, Комисов зайдет, штрафную, да, зайдет, а кто же будет ему помогать? И вот я на афу! И как же так? Вот это непонятно и неожиданно сейчас для меня, потому что всегда в таких моментах я уже было хотел крикнуть гол, хотел крикнуть гол, потому что в таких моментах обычно Евгений не промахивается, но здесь удивительно, удивительно все-таки могли мы вместе с вами видеть быстрый гол, но может быть попозже. Итак, в опорной зоне Артем Сергеев, да, 41-й, чуть лиже Виталий Комисов, 7-й и чуть правее Евгений Симастянов, 9-й, вот как Аскер, вот как Аскер, он сейчас зарабатывает штрафной удар для своей команды, есть Капков, есть Харламов, есть и сам Ульяйников, но я думаю, здесь точно оставит этот мяч, оставит этот мяч Сергею Харламову, конечно же, будет здесь удар по свистку, ну и как всегда бывает, мы будем сейчас смотреть удар Сергеев Харламову, какой-то такой, взмывающий вверх, а потом, ясно падающий вниз. Удар в ближний, кто там, я извините, тишу, не, между игроками ЦДМ, ну и снова на отбой, снова на отбой, и снова мяч дойдет из-за Капкова. Один Капков, но пока что по первым мигам явно видно, что Титаны больше настроились, наверное, на своего соперника, Комисов, меня здесь не прошел, Лада Ульяйникова, Мамарев, мимо, мяча махнул, Севастенов неплохо раскачал, а по центру, а куда? А кто там-то? Ульяйников-то стоял, съел совсем один. Контратака, тем временем, и Фауэй, Фауэй, но положил, положил здесь руку на своего соперника, Комисов, и заработали уже свой ответный штрафной удар, но нужно, нужно сейчас просто ЦДМ немножко от своих ворот игру это увести, обязательно, такой стартовый наплыв, Титановский, чуть было не заклепнули, и вот может быть сейчас как раз таки будет шанс в этом штрафном ударе, вот сейчас это бывает, да, перетерпейтесь первые минуты, но зато потом футболисты приходят в себя, удар ближний и здесь уже спасает, так. Вот ответ, о котором мы говорили, сейчас мы досмотрим этот угловой и, конечно же, после остается день, поговорим. Каждый, с каждым повнимательнее на аутах! Нужно лишь только дождаться сейчас игрока ЦДМ, вот наконец-то и мяч устану, а волосы у нас нет. Углового флажка, подача на ближнюю, а как же так, опять немножко не получилось, здесь, наверное, сейчас прием игрока ЦДМ. Хорошая передача и хороший переклад от Егорушкина. Олег, здорово здесь подкатит на игру. Итак, ворота Дмитрия Маласова у ЦДМ под номером первым, я так понимаю, в два защиты начали у нас футболисты ЦДМ. Я так, кстати, смотрел не очень-то и много сегодня на эту встречу. Как и Иван Кнезе, 55-й, и Андрей Рогачев, 24-й. Как раз-таки он персонально будет играть с Ульяновым. Посмотрим, мы закинем это единоборство. Окажется, конечно же, не будем про Андрея Налекова, забывать. Но я думаю, все-таки а что там, здесь мне удалось вести как следует мяч. Сейчас-таки как раз-таки голкипер и ЦДН, и будет свобод. он мяч выкинул за поле. А можно мяч выкинул? Перестань. А то, что вы глядете. Ты говоришь, правила читать, а что же правила вспоминать? Ну, я думаю, сейчас арбитр, конечно же, здесь с опелевым игроком работает. Пепежот разъяснят. Нужно здесь, конечно, на положенное расстояние. На тайге сколько будет человек в стенке? Ну, пока что двое. Нет, но все-таки три. Все-таки три. И вот все-таки по стартовому составу обычно, когда говорю, ну, что мне понятно, в какой зоне у нас налетов играет. Обычно, в защите последнего, но сейчас может быть и в опорной зоне удар, и вот как раз-таки налетов на себя. Это туда принимает и падает на газ. Может быть, дыхание несколько. Ладри сейчас это сбило. Но как раз есть у нас время, чтобы до конца. состав ЦД Назвателя Сашнин 77-й. Слева была еще по 88-й. В центре Алик Идушин правее 14-й и переди Артемин по 2-й по 11-й. А вот такой состав у Красных. Дальний удар от Хармана быстро накрыт. Контратака получится Ильев. Сашнин заходит в центр. Идет, 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 тащит мяч Илья. И Штрафной. Штрафной, да. Действительно сейчас на газоне Сашнин находит шап. Потерял Немножечную скорость здесь набрал. Штрафной перед вечером не дай быстро розыгрыш. Ни скажи, никто не заевал. Ваня! Ну, не спорят. Не спорят. Евгений что, здесь все правильно. Все правильно. Тихо, суёй. Никто не спорит. Тем временем, штрафный удар. И, кстати, сам Сашнин наибуль. Наносить его удар. Но здесь очень много мёп. Неплохо, неплохо Илья убирает под себя. Куда отдать? Сюда правее. Налетов шире. Игорушкин не решается идти в один в один. Ну, например, КДН Альберт Осколков явно недоволен действиями своей команды в этом первом отрезке встречи. Я подсказываю своим футболистам, что займите те зоны, которые я вам говорю, где вы играете. На газоне там Ульяненко Севасьянов удар ближней штанга. Продолжится атака. Курмарев, ну зачем? Зачем так спешить Артель? Ульяненко там был на газоне, атака продолжилась. Севасьянов здесь чуть штангу не сломал слева от нас. Удар ближний. Если бы чуть-чуть правее послал в Легене, он точно был в штанге без без шансов абсолютно залетел в ворота и Титан счет открыл. Изменения есть. Изменения есть. И еще один момент. Да, последнее время у нас Титан в чемпионате завт на Пенелигии и конечно же в таком скоротечном турнире как в России. Там-то это уже было точно неправильно обусловлено. Да, менялись семерками. но пока что несколько я думаю на вот эти встречи очень важные. Там пока что отходят. Отходят от этого. Здесь пока точечные изменения. Сергеев остался. Появляется молодой майга. 55. Егорушкин вот-вот кто может оттащить будет бить Олег. Нет, отдает на право удар. И го! Гол забивается ДН и еще становится 0-1. 0-1 да, ну и вот здесь всегда наш. Все, ничего, ничего, пацаны, пудяще. Давай, 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 бля. Ну, слушайте! Всегда наши традиционные фразы в плане того, что да не забиваешь ты, забиваю тебе, да? Но только что мы посмотрели как каркасовый ворот чуть не тресный рядом с Дмитрием Ломоносовым а вот уже в молниеносной контратаке СДМ забивает свой дом. Как вы говорили, да? Егорушкин тот человек, который может действовать в мяч. Просто штрафной для чужих. Низки протащить сквозь кучу соперников. Но здесь молодец, Олег, не пожадничь. Пожадничь, я видел. Я видел. Сушлина Илья так же не промахнулся. Капков удар. Пожадничь. 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 3-1 неплохой, неплохой здесь перевод. Налево. Сашнин. Ай-яй-яй, ошибка. Вот она как раз связана с кем-то. Скользко. И еще, к тому же, Сашнин, хороший перевод. Егорышкин как следует не принял. А тут адресат, кому это перевод шла, конечно же, просто уже не был на эту перевод. Откликнулся. Сергеев здесь, в центральном круге. Хорошая, всегда тонкая передача кем-то. Пока что все прочитано. Все прочитано. Коптов призывает своих партнеров коколам открываться получше. Ульяенков. Налетов, Егорышкин. И вот здесь не было никакого нарушения правил. Хотя я уже хотел сказать, что Егорышкин там сзади по ногам прошлись. Но нет, на самом деле Артем Сергеев даже если и попал в Олегович, то уже после того, как сыграл в Олегович. Замены. Замены. Можно их провести. Алексей Киселев по Томиру 99-м появляется вместе Артема Сергеева и также Дмитрий Агарс под 10-го места Илья Юли. Как раз Илья этот штрафной заработал. И еще один шанс для Сергея Харламова. Точка практически такая же. Трио в стенке, но, как мне кажется, немножко близко к стенке стоит. Игара абсолютно неточная. Игара больше выбора никакого не оставляет футболисты Титаны. Харламова Саву. Полит? Нет. На муку. За боковую. Давай, судя! Еще, еще два изменения готовятся. Ну, вот, так, знаете, не сразу, но понемногу, понемногу у нас целиком семерка Титановских футболистов поменялась. Давайте их также назовем. Иван Шамарин 56-й справа в защиту будет играть. Последний защитник, я так понимаю, будет сейчас Антон Кулагин под номером 77 и Шамиль Турбанов под восьмым слева в дороге. Из тех, кто у нас начинал встречу, остался лишь только получается единственный Севастин. Удар. Валее, ну, видел, видел Соломанос контролировал. Останься там, останься там! Я поуже, Илья. Снова вынос, снова вынос, на ту половину поля. Шамарин четко играет на втором этаже. Селёв. Как хорошо Рогачев здесь его накрывает. Нужно отдать, отдать передачу. Но передачу быстро-то не получилось Андрею отдать. Да, но зато грамотно поставил подпись. И заработал еще один страшный удар. Ну, знаете, вот, смотря эту встречу, конечно же, больше от нее не ждешь того, что она будет вот так в промежутках, да, где-то две-три минуты на штрафные удары разбиваться. Здесь все-таки хочется увидеть именно, да, футбол и какие-то красивые комбинации. Пока что вот одна комбинация только была у КД. Удар, но здесь скорее удар, наверное, сильный прострел. Ближе к дальней штамме. Но на него Егорушкину, конечно же, было очень сложно откликнуть. Ну, футбол и супер как раз-таки за штрафную пробил. Вроде и высоко сейчас футболисты в ЦД стоят, но почему-то не встречают. Почему-то не встречают своих соперников. Мамлитим воспользовался как раз-таки игроки Титана. Ну, и получилось. Но получилось, и здесь даже Киселеву приходится в обороне отрабатывать. А кто же наверху у нас на острие сейчас будет? Адапцев пока что несколько выпал. Из этой игры ни разу мяча не получил. Киселев. Ну, вот, вот, сейчас, да. Сейчас, может быть, какая-то атака типа она получит. И все, вот она, вот она еще одна замена. Все, футболисты у Титана поменялись. И Дим Севастернов пойдет так же немножко передохнет. И вместо него Павел Былов под 88-й номер. Было, было. Там нарушение правил. И прям, смотрите, 6 человек сейчас в ЦД. одновременно руки вверх подняли, были раздосадованы именно таким решением Евгения Губина. как мне казалось, конечно же, все четко. Здесь, во-первых, я увидел главного арбитра, но я четко убрал именно Мадум Айга своих соперников. И они больше, конечно же, в ноги именно сыграли, нежели в мяч. Шамиль Курбанов и левая его нога. А у ЦД готовится Зурапань на поле появится. И вот он удар в дальний. Очень опасный. И, как мне казалось, может быть, немножко проглядел сейчас Дмитрий Лубанов как этот мяч летит. И я просто остался стоять как вкопанный. Тем временем, изменение Алик Егорский. Отдохнет. А вместо него Зурапань. Вот номер вальсмен. А можно играть. Ромарев, опасно играть, ты желтую карту получишь. Конечно же, прямой ногой здесь Артемий решил играть просто этот эпизод. до мяча он уже не дотягивался и влетел в Антон Кулагин. Первое предупреждение. Но, на самом деле, извинился сразу Артемий и специально хотел ему так сделать. Замена еще одна. Мы как раз-таки его поменяли. У него Николай Избеков. Так что, четверто. Так, вроде все нормально там с Антон Кулагин. Да, да, тут же переключается к атаке. Нужно отдавать, отдавать. Вот, она такая передача налево. Удар будет, удар есть. Но, все четко перекрыто. В СДН будет еще один сейчас. Чего себе, вот это штык. Вот это штык получился у Шамиля Корбанова. Ну и здесь просто нет, на самом деле и молодец Агапсов. Он откликнулся изо всех сил старался эту передачу замкнуть. Ворота, ну, чуть-чуть не получилось. Чуть не получилось, но момент действительно очень опасный. Хамайн. Он не здесь спокойно принимает. Вот только сейчас на него оказывает какое-то воздействие. Но тут же садятся целиком с тем составом на свою половину пор. Корбанов. Стой, Коль. Стой, Стой, Стой. Лево, Коль. Майга. Агапсов. Наконец-то, наконец-то, Дмитрий у нас в игру вошел. Действительно, да, как я и говорил в предыдущем эпизоде, мог головой замкнуть. И вот здесь уже заработал штрафный удар. Но это очень удобная точка. Хотя и до этого также были не менее удобными Титана. Кто же сейчас? Кто же сейчас будет этот штрафной исполнять? Шамарин. Кстати, он, по-моему, практически единолично игровой наряд забирает. Шамарин с Агапсовом почему-то посоветовались. Робку брать! Робку брать! Агапсов подправился штамгу левую. Также есть Корбанов левее. Но будет удар здесь. В стенку попадает. Потом что атака. Еще один удар! Еще один! Здорово! Здорово! Коллективно сейчас обороняется себе. Угловой удар продолжается. Продолжается. Не тает. Не тает Титан. Действительно, рядом с голом футболист. Чего-чего подниматься? Чего-чего? Чего? 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 Легидеры помешивают. Чемпионата сейчас находится, но пока что не хватает. Пока что не хватает. Им совсем немного. Совсем немного. Действительно, несколько сантиметров. Снова изменения. Майгая Гавсов и, соответственно, выходит Ульяненков на свою позицию наверху. И также Владимир Катай в ходном шестом появляется первый раз в этой встрече у Титана. Да, если, кстати, до этого момента как позиции последней занимает Натан Кулагин как раз сейчас Катай туда. И займет. Собственно, а в опорную трону как раз таки отправится чуть повыше в тюрьму. Игнанту. Ну что ж, с построениями разобрались. Тем временем атака Атака ЦДН и мяч еще здесь очень много. можно ли сказать, что в ходе первого тайма было какое-то огромное количество атак. Атака не забили. Еще одна атака удар ближний. И как здесь здорово Карпов успел сложиться. очень сложный эпизод для Галки сейчас был. Главой. А вот он. Вот на подаче удар в одно касание у Юсупова. Хорошая подача здесь от Анти четко на ногу своего партнеру. Но вот жалко жалко если бы попал сейчас Юсупов в створ и забил один из самых красивых гаунных этого тура мы бы точно увидели. Атака продолжается и снова перехват от ЦДН Сашнин конечно же добежит есть на дальней штанге у нас Извеков но Сашнин будет сам исполнять но пока что не очень хорошо очень хорошо относительно с первого эпизода Уилит Берн сзади Извеков один в один с Турбановым и прихватил прихватил здесь Николай Шари быстро-быстро разыгрывает Титан Комисов Дай сюда на Белова есть Аббор есть продолжается продолжается контроль мяча с голистами серым Катаев включается в атапу так же своего коллектива здесь ошибка и очень опасный сейчас катился ямно до мяча не попадал точнее даже до мяча не доезжал в этом именно случае в Зарапанти и оделся пока что в устном предупреждении ну а теперь Шамиль Кольба на всех отправляет в штрафную здесь точка получше именно для его левой Чисток звучит удар удар ближний спасает Ломонос Еще один туда Куда еще один Шамарен снова будет выдавать нет разыгрывает разыгрывает еще один пас еще один но надо выходить из этого угла нужно выходить из этого угла аут Шамарен вот здесь доходит передача до Кулагина пас назад удар еще один кто будет на добивание Ульянов не дадут ему ударить два защитника против него Белов на газоне у нас Ульянов оказывается и они же выиграли хотя нет КТ подсказывает играть играть дальше Ульянов поднимается Комисов потеряли сейчас явно контроль футболиста ЦДН пользовались этим сейчас футболиста Тикана пока что не хватает этого точечного удара КТФ снова возвращает мяч в угол замена Артем Фролов просит еще не появлялся сегодня на газоне также хочет включить еще один дальний удар еще один удар Ну, посмотрите, я не знаю, за первый тайм, вот и если бы можно было бы глянуть статистику ударов по воротам у Титана, я думаю, уже, наверное, точно за десятку они перемахнули. Конечно же, были и удары точные, да, но все-таки, наверное, ударов не точных больше пока что, ну а те, которые летели в створ, все взяли на себя либо защитник, либо, конечно, длительную молнию. А тут же ему нужно молниеносно в эту игру войти. Перехват от Налетова хороший, а в центре? Смотри, я почему-то сейчас не побежал, не побежал здесь. Хорошая разрешающая передача направо. Комисов. Сашнин, Сашнин будет сам, будет сам ползти вперед, хотя, конечно, на отношении Сашнина сложно. Пример был ползти. Атака, удар, но здесь удар не сильно получился. Сашнин на газоне. Существует мне показалось, что когда выбирал скорость. Когда выбирал скорость сейчас Илья Сашнин, сзади им флагом попали. Здесь такой эпизод именно на усмотрение армии. Да что, посмотрите, раздевается. Раздевается у нас Илья Сашнин, показывает, что вот, посмотрите, посмотрите, судьи мне действительно попали. Попали по ноге. И тут же изменение. На составе нужно несколько Сашнина успокоить. Пойдет Илья. Дохнет. Даниил Элизгинцев. Вместо него под кикантским номером первый раз в этом матче появляется. Шамаре очередной раз на очередном угловом. Какой прострел и гол. Отлично. Посмотрите, как Фролов входит в эту игру. Так как мы здесь рядом со скамейками команд находимся, вот Артем Фролов именно на своей замене был самым громким. Был самым громким. В плане того, что очень хотел на поле выйти. Причем на елизабельную арбиту, угловную замену, замену, замену. Но когда он вышел, посмотрите, и пользу своей команде. Принес 1-1, равновесие в счете. Восстановлено. И вот он еще на контратаку. Анти разрезает центр, отдает направо. Из веков удары. Нет! Ну как же так? Ну как же так? Я несколько шокирован этим призоном в плане того, что я думал, все, уже мячу деваться просто некуда. Шикарная атака, шикарная Анти. Сейчас, как я и сказал, весь центр пробежал. Не было у него никого из соперников. На, его. В ходу. А кто же это был? Это Хейбула Юсупов не смог подставить что-либо. Что-либо именно в этом эпизоде. Чтобы... В концовке тайма, кстати, минуты у нас добавлены, чтобы уйти на перерыв все-таки снова лидер. Потому что ЦД нас забили первыми. Спустя практически 30 минут Титан отыгрались. И посмотрите, какая контратака получилась у ЦД. Вперед. Лизбинца, здесь за мяч не зацепился. Просит, просит скамейка Титана, чтобы Катаев туда навешивал нючную красную. Но это, знаете, все-таки абсолютно не в стиле Титана. Удар. И все. И все. Первый тайм к концу подходит. 1-1. Было много у нас разных эпизодов. Голы мы увидели, как я вам обещал, минимум два. Они уже есть. Все же команды идут отдыхать. Но мы давайте так же небольшую паузу сделаем. Возвращаемся мы на тайм второй. 13-го тура западной премьер-лиги. Титан. На ЦДМ. Счет 1-1. У нас была куча моментов за первые 30 минут. Но, наверное, все-таки это куча моментов больше именно к Титану. Относится. А к ЦДМ мы отнесем с опаснейшей контратаки. Действительно, последняя из которых была там на 30-й минуте. Практически, да, и ЦДМ были не то, что должны, потому что обязаны были ее в свою пользу решать. Но Ютубов не смог, как все это, сказать, именно эпизод этот. Доиграть и поставить. Светлане. Ульяненков, что будет здесь делать? Будет бить. Будет бить. Будет бить ближнее, но несколько не идет. Ульяненков. Давайте мы быстро в состав. Напомню, у Титана воротов, Карпов 23-е, тройка защитников, Кавков 33-е, Бучевых 5-й и Хараламов 27-й. В опорной зоне Сергеев 41-й, Севастенов 9-й слева, Комисов 7-й справа и впереди Ульяненков 2-й. Что же, по УЦДМ. Пока что, кстати, у нас эта пневмость Сашнин на поле сразу не возвращается. Все-таки пока что его придержит. Придержит бригада. Тренерская страница. Тренерская страница. Вот она, очередная контратака. Лиз Гинсов неплохо выбирает под себя. Нужен партнер. Антия, конечно же, здорово, но эта передача откликнется. Есть под ним партнер. Комисов, Комисов, Князев. Это именно он. Антия. Здесь надо поспокойнее, поспокойнее, чтобы ты будешь в футболисте. Экси Диен, Егорушкин. Съели его. Передача на Комисова. Разворачивается Виталий. Играй, Ком, играй, поднимайся. Не может играть. Не может играть, как-то здесь. Арбитром не надо. Не пускай. Давайте еще раз представим. Мой Лизин. Ближе, Кома, ближе. Губы. Да, как-как. И Лизин Воробьев, он ему помогает ненавизировать. А что, товарищ судеб, блядь? Тут кружит. И там вот. Ребят, там был чисто футбол, чем хорошо? Нарушение правил в атаке сейчас Титана. Как играл, если его прощает? А Гомис, 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 играй. И несколько заводится здесь Виталий Комисов из-за этих двух эпизодов. Ну, и вроде бы как бы и сам себя сейчас испакал. Все-таки, да, игроки у нас здесь за мной. Но в прошлом все понимают, что в Эвере нужно тратить силы, конечно же, на саму игру, а не на гаву. Ну, Уль, здорово! Ближе, побегу! А вот Альютов-то легко. Легко здесь составит конкуренцию в борьбе с Ульяненковым и, конечно же, в игре в корпус. Игре в корпус, как я вам говорил, все конкуренты в 13-м туре у Титана победы одержали. Ну, давайте, кстати, и к таблице за примеры лиги и обратимся. Халлы, халлы. И еще раз, еще раз Анти предупреждаю. Это Иргубин. И все, следующее, любое нарушение от Анти будет желтая карта. К тому же просто посолоку просто не нравится этот эпизод. Так вот, туда, на таблице. На данную секунду у нас выйдет. Сейчас назад. Так. Титан, конечно же, с первого места никто не потеснил. Но слишком рад. Все-таки Егорышкин бежит, бежит, тащит носить справа. Севастьянов, Ульяенков слишком далеко мягко воспринимает. Так вот, да, Титан на пакостой сильность на поражение, как мне говорят, и ХСП на первой строчке. 28 очков. Все за ними Трансконтейнер. Но Трансконтейнер сегодня первый раз также проиграл и проиграл Мега Титану. У них уже 12 игр. Мега Титан также здесь очень близко. В трех очках, кстати, от Титана 25. Мега Титана. Следуем. Портер 23. 23 у Гатагова. У ЦД на 22. А у ХСП пока что там меньше всех. Игр и 21 очко. Ну, вы посмотрите. Посмотрите, да? Как казалось, да? Вот этот беспроигрышный ход Титана. И кого-то, наверное, закралось. Мысль такая, что, ну что, все. Два года подряд у нас Титан будет чемпион. Сезон у нас блудный. И желтая карточка. Налетову в этом эпизоде он, Барри Булу, с Ульяновым проиграл. И предупреждение на свою кучу. Ну, и походу, первый тайм. Мы также видели достаточное количество, что не правил, большое количество штрафных ударов. Второй тайм у нас по той же тенденции принято. Былых игроков, Комисов и Орланов. На этот раз был Комисов, но там задело. Задело кого-то из футболистов CDN. И угловой. Угловой, кстати, угловых также было очень много. И вот еще один плюс из статистики, но не плюс какого-то опасного эпизода следующего из этого главы. Вот чуть-чуть поднимаешь. Да, кстати, Титан-то, я вам напомнил. Вот CDN не сказал, да, у меня уже первый. Так и остался на позиции. Вратаря. Тем временем здесь очень удачно приземлился сейчас на газон. Мы требушу их. Да, Налютов третий, последний защитник. Князев, 55-й, слева. От него справа. Срава Рогачев, 24-й. Перенем атака CDN. И посмотрите, анти. Здесь не замыкает этот прострел. Не замыкает этот прострел, хотя атака себя интересно смотрелась. Ульяна Николаев, и что здесь? Что, бля, где я, бля? Не было, ну не было нарушений правил, хотя там всяк. Капитана срывается со своих мест и кричит о том, что давай, давай вторую желтую сейчас налетовую. Я просто не понимаю, блядь. Что там не видишь, да, блядь? Застрелите его. Кипил, блядь. Ну, негодует, негодует. Болисты Титана, конечно же, залудятся. Не во всех каких-то золях контактных. Ну, а CDN здесь просто своему сопернику мяч взращивает. Так вот, далее из гимцев Юсупов и Егорушкин центральная ось, точнее, не ось, а линия, да, баллистов, а впереди волонтер. В принципе, относительно тайны первого мало, что поменялось, что поменялось, какие в составе Титана и составе Оцегрема. Потому что, да, если Титан по ходу всех 30 минут в итоге целиком состав поменяли, то Оцегрема, точнее, не будет. Ну, и игроков у них такое количество происходит. Даня, рано туда пришел. Хочется, наверное, ударе води. Еще одна, еще одна атака, а теперь уже на CDN. Когачев. Резгинцев заговорялся несколько на фланге. И у меня еще руку, у меня еще руку попал комис. Еще один штрафный удар. Сколько мы уже этих штрафных сегодня вместе с вами посмотрели. И они продолжаются. Они продолжаются. Вот, как я уже и врача на это внимание, несколько убиваю. Большое количество этих штрафных ударов. А кто там у мяча? Это Анти. Игорушкин. Под удар. На лучшем. На лучшем. Что дальше, кстати, давайте глянем у нас в календаре. У Титана в этом году остается Портер. А у CDN остается Адидас. ИУ-23. Кстати, сегодня очень неплохо. Более с Адидаса выглядели. В КСП. Но все-таки, действительно, видите, как название команды. ИУ-23 Адидаса дает свои клады в плане результата. ИУ-23. Несколько позитивов. Боюсь-то ничего не смели. На что здесь Сергей отважился. Вот если бы мяч не полетел, например, дальше вверх, да? Начал падать вниз. То есть, время не опасно со стороны этого. Туда же матресы. Много. Много у нас любит какого-то Титана. И, знаете, сколько... Сколько из этих ударов для себя приняли? Более. Рис Гидсов отдает центр. Антия. И... Покручивает как мяч. Здорово. Но здесь без шансов. Просто без шансов в этом ударе. Карпов бы ничего не сделал. Ему, наверное, нужно было бы только прыгать секунд за пять до того, как Антия будет бить. Тогда бы он угадал. Тогда бы, да. Тогда бы у Карпового был какой-то шанс. Но здесь вы посмотрите, как закрутил мяч. Здесь Пантия. Закрутил туда в штангу, да? И мяч закручивался. Закручивался в ворота и в итоге закрутился. Закрутился, как и наш интригар. В этом матче. Стенки. Хорошие, хорошие стенки у Титана. Здесь они наиграны. Ну и наиграны контратаки у ЦДМ. Потому что, кстати, у нас у Титана у ЦДМ. Оба коллектива тренируются по четвергам. И все это на тренировку отрабатывают. Ну что ж, пока что контратаки ЦДМ действительно приносят свои плоды и выглядят очень опасно. Очень опасно. И посмотрите, как бегут. Как бегут футболисты. Желтая. Желтая кашечка здесь будет Ковицеву. 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 Это вращение. Егошкин там уже прокинул мяч себе нахуй. Ковицы, спокойно, Ковицы! И посмотрите, какие быстрые, быстрые края у ЦДМ. Да, может быть, это не относится к защитникам фирменной недвижимости. Но зато к полузащитникам это относится тогда в двукратном размере. Потому что у нас справа несется Егорушкин. Слева обычно Сашнин. Но пока что он после первого тайма не вышел. Лизгинцев вместо него. И только зону сейчас закрывает. И зарабатывает. Зарабатывает головой. Это самое хорошее, что из этой ситуации он мог сделать. Не круче. Еще один скандарт. Давайте. Все угловые за ним. Розыгрыш. А можно было пропустить? Можно было пропустить на Юсупова. Куда, Даня, идешь? Еще один, еще один прострел. Но нет, нет. Отворот. Двое футболистов подготовится. У Титана. А вот здесь опасно. Здесь опасно. И вот как раз таки можно сделать замену. Можно сделать замену. Края. Защитные меняются. У Титана, Шамарин с Курбановым вместе. И также опорный. Опорный полузаседник. Все, есть. Смайк. Титана снова в роли остающих. Бушуев. И как пятка играет Ковков. А нет, точнее не Ковков, а Джесселев. Здорово здесь прострелял на ворот сейчас Бушуев. Хорошо у него это получилось. Хороший эпизод. Хороший эпизод. Килл хотел сыграть тонко. Все-таки до конца, до конца. Я также по этому эпизоду играл дата. Чего? Что, блядь? Что, блядь? Щас ты, ёбдая? Как тебя толкать? Как вчера? Ну, кого толкать? Я только не пробусь, ёбда. Ну, так не пробусь, ёбда. Ну, так не пробусь. Мы ждем. А, ждем мы все изменения. Изменения в составе у Леников. Светлаз отправил на дапсов. И вместо него. Аут! 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 И передач абсолютно никуда. Ну, и неприятная серия, кстати, у Титана наметилась после чемпионата России. Действительно, футболисты отдали всего. Мы проиграли встречу Лиго-чемпионской сезонудам. Кстати, также с минимальным счетом 3-2. И покинули, кстати, Лиго-чемпионов Москвы. Будем по-моему играть весна в Москве ЛФЛ. Об этом, если скажу, чуть позже и поддельно поговорим. Здорово, Вань, здорово! Так же потом проиграли встречу с ФКСП. И сейчас проиграли встречу с ЦДН. ЦДН же, кстати, наоборот. Наоборот, свои задачи абсолютно. Решили в Европе Кубков. В ЦДН они и были из начальной ступки ЛФЛ. Там они из группы с первого места вышли. И в чемпионате также на ЦДН. Да, они так и были где-то в строчках 5-6. Стой. Ну-ка, очкам, посмотрите, как теперь у нас все плотно. Как все плотно в таблице. Хотя, кстати, результатов очень похожи. И в ЦДН и Титан тем, что... Что он на ЦДН, да, что Титан, как я говорю. Проиграли. Последние встречи с Еврокубками. Они проиграли в спортсмене. И потом также проиграли одному из лидеров чемпионата ЗАЛ. Забыл Мега Титан и поражение со счетом 2-3, тем временем атака Титан. Удар лишний! Корбанов на ноги поднимается. И все. Все здесь. Все заигран. И завелся теперь уже Корбан. Все. Сашнин восстановился. Сашнин успокоился. Сашнин готов на поле снова появится. Чего? 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 Футболистов на ведут в плане того, что он уже просто с каждым решением орбитера и согласен. Абсолютно с каждым. Давай! Побед! Побед! Чего? 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 Берешься! И вот она как раз таки изменение. Сашлин появился, появился, я так понимаю, вместо Князева, хотя я думал, что Лизгинцева поменяет, но нет, нет, Сашлин. Сашлин, пока что, давайте так дальше по этому парфону не будет понятно, в какую зону Илья отправится. В принципе, кстати, он может абсолютно универсальный футболист, потому что, вообще, в какую хочешь. В зоне, вот здесь ударяще, ударяще от Егорушкина. И что, угловой, да, конечно, угловой Карпов здесь снова выручает. Сашлин, коллектив. Сашлин на ближнюю, но здесь проспал, проспал, ну и просто, видимо, не хочет форсировать. Сабызи не торопится, не сильно торопится, явно, но Сантьяш. Выдаст сюда штрафную, Турбанов вздоряется, отдает направо. Сашлин, Агапсов один в один. Сашлиным, ну, здесь уже просто руками, просто уже руками. Сашлин, как мне сказали, действительно, качалка Агапсова. Ну, и здесь не очень курят почему именно Сантьяш. Именно только отнесите на качалку. Удар еще один, посмотрите, Сашнин что здесь задумал и Комисов там завелся на замене с резервным орбитом. Шаманин здесь тем временем глупит по Сашнину, эмоционально здесь у нас забурлил, встреча, удар от Владу Майга и сейчас конечно же пойдет главное и успокоит, успокоит всех здесь на лавке, здесь на лавке с резервными общаются. Ну вот кстати всех футболистов Титана, Павел Белов, молодец. В плане того, что он говорит о том, о чем я, на что и я. Внимание, Павел говорит, что хватит, хватит уже разговаривать со всеми арбитрами, хватит разговаривать. Мы с другом давайте уже и начнем. Олег, останьте одного, ты что? Он находится? Он находится, раз вы сегодня поправите. Чао, Марин, из-за боковой суда на Севастьянова. Выскорка в этой паузе как раз-то у меня с футболистом Титана поменялись. Севастьянов выбирает от себя. Лизгинцев не будет сам мяч тащить, но очень много соперников и здесь конечно нарушил правила на атаки на Дани. Исупов не позволила быстро этот игровой страниц разыгрывать. Только, как я и сказал, эмоционально скипела у нас эта игра. В первую очередь здесь на Бровках. Хотя, кстати, просить на CDN здесь все более неспокойнее. Здесь конечно же неспокойнее более 100 Титаны. Конечно, они неспокойно. Они это проявляют. Это Савчет. Один-два. Налетов. Здесь что-то начинает придумывать. Милиция Сабиен. Продолжается. Продолжается атака. И здесь как в подходе. Савчетка и Саша. Второй. Второй. Саша Марина. На благо здесь снова этот Титан попадает. Кулагин. Оливье. Будет заходить в эту атаку. Курбанов. Науленников. Он решает пробить. И еще один гол. Курбанов. Курбанов. Дай пешок. Курбанов. Курбанов. Подавать будет Севастьянов. А мы подождем, когда на поле появятся Тартаев и Фролов. Курбанов. 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 Но сегодня Джокером является Артем Фролов. Вы посмотрите, что он делает. Что, гол? Да, гол. А посмотрите, от кого? От кого снова Артем Фролов. Приносит еще один забитый мяч Титана. Видите, как будто слышит меня Артем и мои мысли. Два подключения в атаку и два Б. Супер игра. Я здесь абсолютно согласен с моим оператором Алексеем. Алексеем Афонтовым. Действительно, посмотрите, Фролов не успевает на поле появиться. В первом случае, в первом тайме он гол забил. Здесь он, наверное, все-таки засчитаем точную мобилевую передачу. Потому что там уже игрок Титана в пустые ворот. Забивал. Ну что ж, два-два. И снова здесь все сначала для коллективов. Ясупов заходит. Ну, надо было идти дальше. Нужно было идти дальше Хэйбуре. Не знаю, зачем он отдавал этот пас направо. Перед ним не было абсолютно никого. Его никто не скрышил. 2-2. 2-2 счет. Ну и снова. Снова разбегается Титан. Хорошая передача. Да нет. Нет. Там Егорушкин. Здесь два очень быстрых техничных футболиста. Спокойно. 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 Не надо здесь заводиться. Не надо. Какие действия соперника смогут провоцировать. Катаев. Все-таки отдают. Севастьянов. Здесь действительно такой непростой мяч легко достаточно. Евгений Утратин. Хороший передач в разрез. Не получилось. Не получилось. Здесь как раз-таки Ульяев. 4,5 минуты. Остается пас на дальнюю. Шамарина и продолжается. Продолжается атака. Вот здесь уже чуть ли не на вал. На ворот. Акцедиян. Егорушкин. Отличная игра здесь Олег. Уходи. 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 Еще, еще, еще. 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 Подальше. Все. Дальше. Если своей пламени мячу за боковой выводить. Володя. 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 Выбивает. Выбивает. Котаев. У нас здесь на втором этаже. Кострял. Володя. 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 Хороший перевод на Сашнина. Илья здесь будет один в один играть Шамарина. И будет заходить туда со своего правого фланга. И вот он набирает скорость. Сашнина и полы. Желтая карточка. Ивану Шамарину. place to die. Как мы можем отсюда будить. Что бы было очевидно, на самом деле, что Сашнин тут будет играть один в один. Будет набирать свою ферменную скорость. И это все началось у него. Если бы Шамарин не свалил, там уже следующим действиемノом outsourciна. Глава передача штрафнула. Куда вы все в линию ушли? Нет, нет, нет. Куда вы в линию все ушли? 3-4-5. Футболистов ЦДН штрафнули. Егорушкин розыгрыш. Удар и гол! Удар и гол! Вы посмотрите, как здесь Сашнин замкнула передачу. ЦДН снова впереди. Вот это да! Вот это игра у нас получается. И это еще не конец. И это еще не конец. Никому не уходить. Смотрим, что же будет дальше. ЦДН сегодня уже третий раз. Третий раз выходит вперед. Предыдущие два раза Титана их догонял. Ну что ж, хватит ли... Сил-то уж точно хватит, а вот хватит ли времени? Удар и гол! Удар и гол! Вы посмотрите, как быстро Титан отыгрывается. Удар и гол! И Талитонисов автор третьего забитого мяча. У Титана. И какой удар! Какой удар у Виталия получился. Вот здесь, на самом деле, знаете, в этот удар Виталий вложил всю злость, которых накопил явно за весь этот ночь. Виталий! Давай, Комис, работаем! С кем выносим? Ничего, работаем, работаем! Полы здесь, конечно, были мяча остается за ЦДН. Егорышкин, здорово-здорово ставит корпус. Нужно играть. Нужно играть. Комисов, Севастьянов, Евгений. Также один в один может обыграть практически кого угодно. Но свалили на Севастьянове чуть ранее. Чуть ранее это был как раз-таки Андрей Рогачев. А если да, вспоминать вот эпизод предыдущий с ударом Комисова. Вот так для Ломоносова очень неудобно этот мяч. Упал на газон и скакнул. И здесь, как мне кажется, либо Дмитрий немного ворот потерял, либо вот именно из-за этого отскок немножко сбился. В смысле, что же ему делать? Ну, а, конечно же, вот эти вот лишние одна секунда, наверное, да, он повлиял на прошлый мяч уже всех. Егорышкин оттесняет, оттесняет Катаева. Ну, можно играть, можно играть. Продолжать, продолжать. Атака ЦДН. Вперед на Егорышкина. Лебо там будет сложно сейчас. Молодец, мяч укоротил. Ио. Аут. Ну, что ж, минуты. Точнее, минуты игровых все меньше. Шаловник, видимо, у нас не так, кстати, много походу. И вот подсказывает, подсказывает Евгений Воробьев. Две минуты. Две минуты. Две минуты надо наблюдать этот потрясающий вечерний воскресный футбол. Садись! 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 Уйдет! Проверяю! Немного! Здесь опасно. Опасно комиссий. Собрал. И вбил, сука, блядь! Долажается. Пролажается поталкивая. Я сейчас комиссия поталкивает. Спил. Футболиста ЦДН, снова Родачев, на всех этих двух эпизодов именно Андреев. По сигналу, по сигналу. Все-таки по сигналу, что же будет делать с этим шлафнуть. Футболиста ЦДН, только Олег Егорышкин попросил по сигналу, чтобы эту штрафную провели. Комиксов и я на сегодня недавно и вообще всем. Собой-то голову он задел. Молодец. Егорышкин на удар. Лишний. Комиксов здесь первый. И Полит. Полит. Италия. Еще один штрафной. Охуя! 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 Помним мы, да, что было добавлено две минуты. Именно они сейчас и идут. И остается. Остается совсем немного времени. Совсем немного времени. И каждый штрафной на вес злота сейчас для ЦДН. И могут урвать победу. Сашнин мяч заметешил между футболистами. Лишний. Памиксов, но все-таки упускает. Пускает на ней в одну пять за бутылку. А уже торопится Титан. Разумеется, Титан успеет ли они свою атаку тем не менее провести. Мозь на землю. И вот он атака. Вот он атака. Капов слева. Мяч как раз под его рабочей левой ногой. Хороший период на Фролова. Ну что, Артем сегодня будет тут действительно одним из супергероев этой встречи. Можно продолжать. Можно продолжать. Нет удара. Ульяненков должен довести эту атаку четко до удара. Фролов. Доходит здесь мяч до Ковкова. Еще один удар. И все. Все. 3-3. Ничья. В этом зубодрабизенном поединке. В итоге очки никто не забрал в плане его трех. А так отличный футбол. Как у нас команды показали. Снова большое количество забитых мячей. Снова интрига до последних минут. И, собственно, и были сейчас шарфны в исполнении ЦДН, где они могли в итоге качнуть эту победу на свою сторону. Ну, и вот сейчас в этой атаке, может быть, Ковкову нужно было бить, все-таки, а не отдавать. И там как-нибудь бы мяч среди игроков завозился. Ну, да ладно. Да ладно. Получилось, как получилось. Три раза ЦДН выходили вперед. Три раза футболисты «Титаны». Ничья. Ну, а здесь ничья в пользу всех конкурентов предстоящих «Титан». Титаны. Ну, что ж, будем мы с вами заканчивать нашу трансляцию. Спасибо большое, что смотрели. Я, Белкий, ее для вас провел. Всего хорошего. Юрий! Юрий!